Приветствую вас на нашем очередном выпуске передачи Гастро Клуб и за существование этой передачи за более чем два года мы поговорили уже об очень многих заболеваниях органов пищеварения, но практически ни разу не касались проблемы рака органов пищеварения. И поэтому сегодня я пригласила к себе в студию врача-онколога, хирурга, эндоскописта, человека, который вплотную занимается диагностикой онкологических заболеваний, желудка, пищевода, толстой кишки. Человек, который занимается популяризацией этой проблемы и много говорит о профилактике рака. Это Карасёв Иван Александрович. Здравствуйте. Здравствуйте, Валерия. Спасибо большое, что пришли. Я хочу сказать нашим зрителям, чтобы если у них в процессе нашего разговора возникали, если будут у вас возникать какие-то вопросы к нашему гостю, вы, пожалуйста, их пишите нам в чат. Мы в конце передачи постараемся на все ответить. А сейчас, наверное, перейдем непосредственно к нашему вопросу, потому что вопросов много, надо успеть все обсудить. И начну я, наверное, вот с чего. Вообще, насколько эта проблема актуальна? Потому что мы знаем, что все мы умрем. Большинство из нас умрет, наверное, от сердечно-сосудистых заболеваний, кто-то там от травмы и катастроф каких-то. Но онкологические заболевания у нас тоже на одном из первых мест в причине смерти. Но вот мы знаем, что для женщин самая актуальная проблема, наверное, рак молочной железы. Для мужчин это самая частая ситуация. Это рак простаты. А вот рак органов пищеварения, насколько это вот действительно актуальная животрепещущая проблема? И стоит ли вообще это обсуждать? Валерий Иванович, безусловно, если бы проблема была не актуальна, скорее всего, мы не встретились бы в этой прекрасной студии. Недаром рак называют чумой 21 века. По статистике канцер-регистра за 2022 год на территории Российской Федерации впервые было выявлено 625 тысяч новых случаев рака. Помимо этого, порядка 4 миллионов человек стоит на диспансерном учете. То есть этот контингент пациентов уже был пролечен и успешно, динамически наблюдается. То есть, по сути, мы говорим практически о 3,5 процентах населения Российской Федерации, которые в той или иной мере столкнулись с этой патологией. Желудочно-кишечный тракт, злокачественные опухоли данной локализации, я думаю, что они составляют как минимум 20, а то и 25 процентов в структуре заболеваемости. Опухоли достаточно трудно диагностируются на ранних стадиях, по сравнению, например, с визуальными локализациями рака кожи, молочной железы и так далее. В связи с этим проблема актуальна. Высокая смертность в первый год после постановки диагноза, проблема до сих пор не решена. Но вот есть у вас какие-то цифры, которые говорят, например, на какой стадии чаще всего у нас в России, например, выявляют рак желудка или рак толстой кишки? Это все-таки больше первая-вторая стадия или третья-четвертая? Мы наблюдаем оптимистичную тенденцию. Это связано с повышением квалификации медицинского персонала, с информированностью пациентов. За последние 10-15 лет мы видим положительную динамику, например, по раку желудка. Мы практически утроили показатели ранней диагностики. Я имею в виду первую стадию, так называемую рак-ин-ситу, когда есть возможность выполнить органсохранные операции, которые практически никаким образом не сказываются на качестве жизни пациентов. По колоректальному раку, безусловно, тоже есть положительная тенденция, однако у данной категории пациентов все-таки не так часто выявляются ранние формы рака. Самый низкий показатель при плоскоклеточном раке пищевода. Поэтому динамика положительная. Мы должны продолжать свою работу, информировать своих уважаемых коллег об актуальности этой проблемы и, конечно, вести просветительскую деятельность именно в контексте наших пациентов. Ну вот, Иван Александрович, я вот хочу все-таки обратить ваше внимание и внимание наших зрителей, да, что тем не менее, несмотря на то, что есть позитивная тенденция, да, и на ранних стадиях мы стали выявлять раньше, вот по статистике, которая была опубликована за 2022 год, да, если я не ошибаюсь, все равно больше 50% рака желудка выявляется на запущенных стадиях, и из них большая часть умирает в течение первого года после установления диагноза. То есть это ситуация такая, если мы возьмем рак молочной железы, да, очень большая доля женщин болеет этим раком, но все-таки смертность от рака молочной железы, она не такая ужасающая. Существенно ниже, конечно, конечно. И связано это с тем, наверное, что, ну вот как вы сказали, да, что клиническая картина раков органов пищеварения, она проявляется, вот если у человека уже возникла какая-то жалоба, это значит, что это либо третья, либо четвертая стадия заболеваний, потому что органы пищеварения это такой интересный, такие интересные органы, что, во-первых, внутри нас, внутри слизистой оболочки нет никаких рецепторов болевых, да, что бы там ни происходило в толще слизистой оболочки, это я все время говорю в контексте гастрита, когда есть воспаление, мы это не чувствуем, потому что гастрит не болит. Точно так же и ранний рак, он совершенно не дает никакой симптоматики. И органы пищеварения такие полые, да, если мы говорим о пищеводе, желудке, кишке, то есть это органы, которые достаточно хорошо там растягиваются, могут вмещать в себя большой объем, и прежде чем возникнут какие-то такие симптомы, абструкции, например, кишки, это должна вырасти достаточно большая опухоль, которая уже, скорее всего, дает метастазы, да, к тому моменту? Безусловно, каких-то жалоб при ранних формах рака практически не бывает. Это ситуация, ну, так скажем, случайной находки. Я, ну, шучу, подбадриваю пациентов, говорю, ну, наверное, что-то хорошее в жизни сделали, ну, там, условно, ситуация, какая-то небольшая там острая язва 12-перстной кишки, с которой человек обращается, и попутно мы находим какие-то там диспластические, метапластические изменения или уже какие-то ранние формы рака желудка, и вот в таких ситуациях удается успешно человека пролечить и вылечить. Те учебники по онкологии, которые были в моем университете, более ранние издания, там описана клиническая картина, как нарушение прохождения пищи, человек начинает худеть, кровь выделяется при активификации, и там это описывается как первые симптомы рака. Безусловно, в данной ситуации мы не можем говорить не о какой ранней диагностике, потому что, как вы правильно сказали, в данном ситуации речь идет исключительно уже о каких-то распространенных формах, о раковой интоксикации, о паранеопластических синдромах, поэтому вот этот момент нужно подчеркнуть. Да, может быть, мы вот какие-то очень очевидные вещи говорим, но все равно хочется подчеркнуть, потому что это каждый день на приеме встречается, приходит человек, допустим, с 60 лет, ни разу он не проходил эндоскопическое обследование, и когда ему говоришь, сделайте, пожалуйста, гастроскопию и колоноскопию, несмотря на то, что вас там ничего не беспокоит, нужно сделать. Он говорит, зачем вы мне навязываете эти исследования, у меня ничего не болит, у меня совершенно нормальный анализ крови, я сдавал онкомаркеры, они у меня на нормальном уровне, у меня нигде нет ни крови, ничего. И этим аргументирую, что нормальный анализ крови, нормальные физиологические процессы, и я не буду ничего делать, я себя замечательно чувствую. Я бы хотел подчеркнуть по поводу онкомаркеров. Огромное количество людей испытывают невероятную стрессовую ситуацию, потому что в какой-то эпизод жизни они решили перестраховаться. Возможно, они имеют какую-то долю канцерофобии, и помимо стандартных анализов, общего анализа крови и биохимии базовыми показателями, они решили сдать онкомаркеры на рак желудка или, к примеру, толстой кишки. Им показатель этот увеличен. Бывает даже в два раза, в три раза, и у человека возникает паника. Как же быть? У меня рак и так далее. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, хотели бы акцентировать свое внимание, что онкомаркеры не используются для ранней диагностики рака. Онкомаркеры актуально применять в тех случаях, когда уже поставлен диагноз злокачественной опухоли и предстоит какое-то специфическое лечение. Хирургическая, химиотерапия, иммунотерапия или лучевая. Смысл в том, что при воздействии, например, химиотерапевтических препаратов мы можем на первом этапе не видеть какого-то существенного регресса опухоли. То есть фактически размер образования остается неизменным, и у лечащих врачей может сложиться ощущение, что терапия неэффективна. В этих случаях как раз мы призываем на помощь показатели онкомаркеров, которые в той или иной ситуации могут уменьшаться в десятки раз при неизменной первичной опухоли. В данной ситуации мы делаем выводы, что терапия эффективна и прогноз должен быть положительный. Но про раннюю диагностику не может быть речи, потому что хронические воспалительные заболевания органов желудочно-кишечного тракта, острые язвы, острые эрозии, различные аутоиммунные процессы, которые протекают в нашем организме, нарушение обмена веществ, сахарный диабет, все это делают онкомаркеры неэффективными для ранней диагностики. То есть онкомаркеры это очень неспецифические показатели, во-первых. Во-вторых, при ранних стадиях опухоли они, как правило, не повышаются. То есть они повышаются значительно уже при распространенном процессе, поэтому мы на это ориентироваться никак не можем и тоже не можем аргументировать. И когда пациент нам приносит этот результат и говорит, что он совершенно нормальный, поэтому я не буду обследоваться, мы тоже на это как бы должны подчеркивать им и грамотно аргументировать, почему на это нельзя ориентироваться. И закрывая тему онкомаркеров, не забывайте, уважаемые пациенты и коллеги, что есть неспецифические опухоли для онкомаркеров. Они не выделяют специфических онкомаркеров. И даже при огромных образованиях, например, желудка или толстой кишки, СЕИ-125, 199, РЕА-72-4, они в пределах нормы. Поэтому на это не стоит ориентироваться. Так, ну ладно. Актуальность, мы, кажется, подчеркнули, да, что это достаточно такая серьезная проблема, которую надо понимать, о чем идет речь, что не можем мы ориентироваться на симптоматику. Давайте теперь мы попробуем разобраться. Вот мы сегодня решили, весь желудочный кишечный тракт, это необъятная тема, взять пока такие органы, как пищевод, желудок и толстая кишка, если мы успеем это обсудить, и начать предлагаю с того, насколько мы можем повлиять на эту ситуацию, насколько человек своим образом жизни может профилактизировать развитие рака органов пищеварения, потому что мы понимаем, что все-таки, наверное, рак органов пищеварения потому так часто и встречается, потому что это один из таких больших органов, который максимально контактирует с внешней средой, так же, как, например, там легкие или кожа, да. Мы все время туда что-то опускаем, иногда не очень полезно, иногда слишком горячее, там, и так далее. И, конечно, приходит в голову мысль, что там каким-то правильным питанием, образом жизни мы можем снизить риск развития рака. Понятно, что генетика – это очень важная часть, и если у вас в наследственности кто-то болел раком толстой кишки в 30-40 лет, здесь одна ситуация. Другая ситуация, что какие, давайте разберем, факторы риска, что извне приводит к возникновению, давайте начнем с пищевода, что для пищевода являются такими неблагоприятными факторами. Безусловно, я хотел бы акцентировать внимание на том, что подавляющее большинство онкологических заболеваний и не только желудочно-кишечного тракта, они ассоциированы так называемые факторы окружающей среды или environment, как это называется в зарубежных публикациях. Генетический фактор, он играет не более 10% и даже в контексте образования желудочно-кишечного тракта. Безусловно, если мы разговариваем про опухоли пищевода, злокачественные опухоли, мы должны различать две принципиально разные формы с разным прогнозом и разными подходами к лечению. Хотелось бы положительную нотку сказать о том, что все-таки заболеваемость раком и распространенность рака пищевода относительно стабильная. Плоскоклеточный рак, который является наиболее агрессивным, с наибольшими энергозатратами и с худшим прогнозом, нежели чем аденокарцинома, вот этот злой плоский рак снижается. Его структура. И увеличивается структура аденокарциномы, которая развивается на фоне рефлюкса, которая достаточно успешно лечится, менее трудоемко и имеет больший прогноз. Лучший. Лучший, прошу прощения. Прогноз. И мы его можем предотвратить. Об этом мы поговорим чуть позже. Итак, предраковыми заболеваниями, состояниями и факторами являются, ну, самое основное. Ну, во-первых, мужчины болеют примерно в 3-3,5 раза чаще женщин. Ну, напрашивается вопрос, даже если логическое мышление включить, почему так? Так, безусловно, это курение, потому что мы потребляем табачный дым, в котором, кстати, содержатся 64 канцерогена, которые подтверждены Всемирной организацией здравоохранения. Эти канцерогены попадают не только в трахеобронхиальное дерево, но и достаточно большая часть попадает в пищевод. Соответственно, это химический ожог. Это злоупотребление алкоголем. Такой же механизм воздействия, постоянное системное раздражение слизистой оболочки, на фоне которого развиваются диспластические изменения, клетки регенерируют, то есть восстанавливаются, и на этом фоне, на фоне неправильной регенерации, как раз и развиваются вот эти раки. К примеру, Якутия, республика Саха-Якутия, где заболеваемость раком пищевода существенно выше, чем в Центральной России. С чем это связано? Это связано с тем, что климат достаточно суровый, мороз, и коренные жители используют крайне горячий чай, то есть практически 65-70 градусов, то есть фактически кипяток. Помимо этого, национальное такое блюдо – это расплавленный кипящий олений жир, который они пьют для того, чтобы согреться, для того, чтобы восполнить углеводный, жировой баланс и так далее. То есть химические факторы. Помимо этого, это лейкоплакия пищевода, есть публикации о том, что вирус папиллома человека, 16, 18, 33, 34 тип тоже участвуют. Меньше публикаций, но все равно акцентируют на этом внимание, что длительно текущие системные грибковые зафагиты на фоне иммуносупрессивного состояния тоже вызывают повреждения. Ну и, конечно, это ГЭРБ – гастроэзофагиально-рефлюксная болезнь, когда происходит системный длительный заброс содержимого желудка в кардиозофагиальный переход, в нижнюю часть пищевода. Слизистая трансформируется, деформируется, адаптируется, и на фоне этого возникает аденокарцинома пищевода, кардиозофагиального перехода. То есть все эти факторы, по сути, мы можем скоррегировать, изменить и акцентировать на них внимание. Мне кажется, для плоскоклеточного рака, которого в нашей стране больше всего пока, большее значение имеет как раз алкоголь, курение и слишком горячий чай. Мы в России, мне кажется, все любим пить практически кипяток, только чай скипел, чайник, мы наливаем и начинаем этот кипяток пить. Кто-то разбавляет молоком, кто-то холодной водой, а кто-то прям любит вот такой очень горячий чай. И вот это большее значение имеет, мне кажется, для плоскоклеточного рака. А вот для аденокарцинома пищевода, для железистого рака самым главным фактором риска является как раз гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь. Но только это должна быть не такая рефлюксная болезнь, чтобы мы сейчас всех подряд не напугали, что там изжога раз в месяц возникает. А рефлюксная болезнь с такой серьезной, регулярной, ежедневной изжогой, которая не лечится, когда у пациента постоянно рецидивируют эрозии, они заживают, потихоньку начинают заживать неплоским эпителием, адаптированным к кислоте железистым эпителием. Это известно всем нам под термином пищевод Баррата. Далее в этом железистом эпителии начинают образовываться участки очаги дисплазии. И дальше, вероятно, развитие рака, аденокарцинома пищевода, конкретно при рефлюксной болезни. И таким образом мы понимаем, что да, если мы говорим о раке пищевода, мы очень сильно можем предотвратить это заболевание путем того, что не пьем слишком горячий чай, ограничиваем употребление крепкого алкоголя. Я думаю, не крепкий алкоголь тут не такую большую роль играет, да? Ну тут вопрос в системности. Безусловно, бокал дорогого качественного вина, если он будет несколько раз в месяц, он не нанесет такого вреда, как крепкий алкоголь, чрезмерное употребление в течение рабочей недели. Говоря про пищевод Боретта, безусловно, это предраковое состояние. Их разделяют три типа. Вот вы правильно сказали по поводу диспластических изменений вместе с метаплазией. Это хронический процесс, который протекает долгие годы. Именно у пациентов, которые страдают ГЭРБ, страдают такой сильной системной изжогой, не пытаясь решить этот вопрос комплексным подходом, комплексным лечением, а только снижают, так скажем, клинику, борются с этой изжогой. Причем некоторые пациенты это делают с использованием препаратов соды. То есть мы понимаем, что с одной стороны у нас кислотный ожог за счет рефлюкса, с другой стороны щелочной, и что еще больше подогревает, раздражает, эрозирует слизистую оболочку. Пищевод Боретта – это хроническое заболевание, которое не всегда перерождается в рак, но требует динамического наблюдения. В зависимости от наличия только эктопии желудочного эпителия, метаплазии, либо дисплазии, показано то или иное динамическое наблюдение. В среднем при диспластических изменениях показана радиочастотная абляция, при отсутствии диспластических изменений. Достаточно мониторинга с периодичностью 3-4 года с обязательным забором морфологического материала. Берут по периметру циркулярного сегмента четыре фрагмента для морфологического исследования. Наши друзья-морфологи определяют наличие дисплазии, интенсивность метапластических изменений, и в зависимости от этого выстраивается правильная тактика гастроэнтерологического лечения и эндоскопического наблюдения. В любом случае все пациенты должны проходить контрольную гастроскопию, и в нашем арсенале есть методики по сути излечиванию человека от предракового состояния, и на этом фоне в десятки раз снижается риск развития аденокарцинома пищевода. Давайте сейчас обобщим, чтобы у врачей, например, терапевтов, которые нас смотрят, которые неглубоко погружены в проблему, систематизировались знания. Итак, для плоскоклеточного рака пищевода у меня такой образ есть в голове, что это все-таки такой человек, который пьет много алкоголя, много курит, вот такой вот мужчина, немножко запущенный, который плохо питается. Вот у меня такой образ человека с больного плоскоклеточным раком. Для плоскоклеточного рака нет никакого скрининга и предраковых изменений. То есть вот он пришел, чтобы мы увидели какие-то изменения, сказали, а у вас может развиться плоскоклеточный рак. Такого нет. Ну, мы можем предположить по наличию, опять же, грибкового изофагита, лейкоплакия, вируса папиллома человека. Ну, то есть мы можем предвосхитить его развитие, но фактически, как, например, вот с опухолью кардиософагиального перехода, когда мы видим явные изменения, здесь такого не будет. Нет. То есть это будет всегда, скорее всего, случайная находка, рак плоскоклеточный. И поэтому единственное, что мы можем сказать такому мужчине, пожалуйста, бросайте пить, курить и нормально начинайте питаться. Больше овощей, фрукта. Если речь идет о пациенте, который страдает тяжелой рефлюксной болезнью, и мы видим действительно, что развился уже, там, развились эрозии в пищеводе, может быть, даже пищевод Барретт, а метаплазия, то такому пациенту мы обязаны назначить первую антисекреторную терапию, то есть такая терапия, которая будет контролировать рефлюкс, будет контролировать вот эти забросы кислоты в пищевод, чтобы это воспаление не прогрессировало и не было на постоянной основе, не персистировало. Это первое. И второе, в зависимости от того, какой там пищевод Барретта, какие размеры участка этого пищевода, есть или нет дисплазии, мы будем этого пациента лечить и наблюдать. Если уже обнаружили дисплазию в слизистой оболочке пищевода, то такого пациента мы направляем в онкологический центр, где ему онколог-эндоскопист проводит или резекцию, или абляцию. Сейчас много разных методик, насколько я понимаю, когда этот участок удаляется. И дальше, опять-таки, этот пациент обязательно остается под нашим наблюдением. Если же дисплазия не развилась, то никаких методик абляции мы не проводим. Мы этого пациента наблюдаем. Вот вы сказали один раз в 3-4 года. Это такие международные рекомендации. Но наши пациенты, они все-таки всегда более насторожны. И мы тоже, потому что все эти европейские рекомендации, они все-таки основаны на том, что очень хорошая техника, очень тщательно берут биоптаты. Если мы точно уверены, что мы обследовали весь этот участок пищевода Баррета, и там точно нет никаких признаков дисплазии, и размер участка метаплазии метаплазии невелик, то мы можем его, в принципе, на 3 года по большому счету отпустить. Но наши тревожные пациенты, они, скорее всего, все равно пораньше прибегут. Через год придут, да. Но так или иначе, обязательно пациенты с пищеводом Баррета мы должны эндоскопически наблюдать, и цель нашего наблюдения вовремя выявить диспластические изменения, чтобы их удалить, чтобы это все не переросло в аденокарциномы пищевода. С этой точки зрения, конечно, аденокарциномы это такая более благоприятная ситуация, потому что здесь есть предраковая ситуация, которая течет много лет, за которой мы можем наблюдать и можем контролировать. Можем контролировать и рефлюкс, и контролировать течение. А плоскоклеточный рак, конечно, такое и более агрессивное, и немножко неконтролируемое заболевание, поэтому здесь мы только можем обратиться к здравому смыслу человека и сказать, пожалуйста, не курите, не пейте крепкий алкогольный напиток, не пейте кипяток, да? Да, безусловно. Так, ну все, с пищеводом, кажется, более-менее... Основные базовые моменты озвучили. Если у вас есть вопросы, что-то мы не осветили, вы, пожалуйста, пишите. Теперь переходим к желудку. Желудок, в отличие от рака пищевода, это очень частый рак в нашей стране. По-моему, он второе место занимает, да, в структуре? Ну, сейчас он теряет позиции. За последние 10-15 лет заболеваемость все-таки примерно на 10-15% снизилась, то есть это уже не такая частая форма, как была. Эта заболеваемость, видимо, ушла в сторону колоректального рака. Но рак желудка топ-5, топ-5, и он тоже крайне редко выявляется на ранней стадии. Порядка 7-8% это первая стадия карцинома ин-ситу, и больше половины все-таки это третья-четвертая стадия с длительным лечением и все-таки скорее неблагоприятным прогнозом. Но рак желудка, опять-таки, хорош тем, что у него есть абсолютно известный источник, этиологический фактор, да, об этом, ну, мне кажется, уже все прекрасно знают. Но давайте все-таки еще раз проговорим, что основная причина, как сейчас считается рак желудка. Мне кажется, может, я не права, это инфекция хеликобактер пилори, может, у онкологов другая точка зрения? Мы очень благодарны Барри Маршалу, который в 2005 году все-таки получил Нобелевскую премию за то, что он выстроил концепцию и ассоциировал хеликобактерную инфекцию с развитием гастрита, язвенной болезни желудка и в конечном итоге злокачественной опухоли. Поэтому, если бы они не выявили вовремя этот хеликобактер, то у наших любимых друзей гастроэнтерологов было бы гораздо меньше работы. В действительности, безусловно, практически 90% пациентов, кто страдает и заболевает раком желудка, страдает хеликобактерной инфекцией. Этих бактерий известно около 30 видов, 10 из них являются патогенными для человеческого организма. В российской популяции чаще встречается 7-8 тип. Например, мы берем опыт японских коллег, там более часто встречается 4 тип. Разница в том, что они секретируют немного разные соединения, которые более либо менее агрессивно влияют на слизистую оболочку. Длительное, так скажем, бессимптомное носительство хеликобактерной инфекции в конечном итоге приводит к хроническому атрофическому гастриту. И вот эта вся ситуация в 90%, я повторюсь, случаев у пациентов с диагностированным раком желудка наблюдается хронический атрофический гастрит, ассоциированный с хеликобактером. Поэтому рекомендации онкологов и гастроэнтерологов это адекватная эрадикационная терапия. Причем, подчеркиваю, хотел бы подчеркнуть, что адекватная, потому что если провести неадекватную антибиотикотерапию, то в конечном итоге на выходе мы получим резистентные формы, которые в дальнейшем будет крайне сложно лечить и, скорее всего, до конца не получится это сделать. В последнее время уделяется все большее внимание аутоиммунному гастриту. На этом фоне развивается как и аденокарцинома желудка, так и нейроэндокринопухоль, которая, по моим ощущениям, в последнее время как-то чаще. Все больше и больше. Все больше и больше. Помимо этого, это рак культи желудка. Пациенты, перенесшие операцию по поводу язвенной болезни желудка, мы все знаем модификации по Белирод-1, Белирод-2. Считается, что при модификации Белирод-1 количество рефлюкса содержимого, это желчь, это панкреатический сок, который раздражает слизистую желудку, он существенно выше, чем, например, у Белирод-2. У этих пациентов в 3-4 раза чаще развивается рак культи желудка по сравнению с операциями по Белирод-2. А, например, модификация ПО-РУ, хирурги, я думаю, что поймут, о чем идет речь, у экспериментальных животных даже при добавлении канцерогенов в продукты питания он вообще никаким образом не ассоциировался с возникновением рака. И я думаю, что в контексте развития опухоли культи желудка нужно сказать про бариатрические операции. Некоторые люди, особенно в молодом возрасте, идут на эту, ну, по сути, калечащую операцию и в конечном итоге получают злокачественную опухоль желудка. Потому что чем дольше желудок находится в состоянии неполноценности, то есть резецированная его часть как при операциях по Белироду, или так называемый слив резекции, когда ушивают на большую кривизну при бариатрических вмешательствах, 15-20 лет каждый год на 1, а то и 2 процента повышается риск развития злокачественной опухоли. Можно я систематизирую? Немножко я, да, да, да. Ну, опять-таки, чтобы, как бы, потому что вы сейчас много чего сказали, чтобы отложилось. Все-таки, значит, для развития, для того, чтобы развился рак желудка, здесь нужно длительные воспалительные изменения, да, как правило, это все-таки гастрит. В первую очередь, это гастрит, вызванный инфекцией хеликобактер пилри, это самая главная причина рака желудка. Это первая. Вторая, более редкая причина, это аутоиммунный гастрит, это когда в организме по какой-то причине возникает сбой и начинают синтезироваться антитела к собственным клеткам желудка. Здесь тоже возникает хроническое воспаление, но уже совершенно по другой причине. И аутоиммунный гастрит тоже нас очень сильно настораживает в отношении развития рака желудка и нейроэндокринных опухолей. И третья ситуация это оперированный желудок, когда здесь уже факторами агрессии выступают содержимое из 12-перстной кишки, агрессивное. Условно. Мне кажется, то, что вы сказали про полипы, аденоматозные, гиперпластические, причиной развития полипов наверное все равно служат воспалительные хронические изменения, вызванные инфекцией хеликобактер пилри. Как или иначе, все опосредованно. Если мы говорим конкретно для пациентов, что нужно сделать для того, чтобы не было рака желудка. У пациентов, у всех в голове одно. Я должен правильно питаться, я не должен есть острое, не должен есть там в сухомятку, должен есть супчики, и тогда у меня с желудком все будет нормально. Есть вот у нас такой стереотип в популяции, что от питания все зависит. Но надо доносить до пациентов, что самое главное, чтобы желудок был здоров, чтобы этот человек не болел раком, нужно первое, что сделать, это провести диагностику инфекции, хеликобактер пилри и эрадикацию. Причем про эрадикацию очень важно еще, чем раньше это мы сделали, я с позиции гастроэнтеролога, потому что у нас принято так, ну нормально, что поверхностный гастрит, зачем я сейчас буду пить антибиотики, вот когда разовьется что-то, разовьется атрофия, кишечная метаплазия, дисплазия, тогда я пропью уже этот курс антибиотиков 14 дней, а пока не буду. Но вот согласно очень большому уже количеству накопленных данных, чем раньше мы проводим эрадикацию, там в возрасте пусть 20 лет, 25, когда на стадии еще поверхностного только активного гастрита, результаты в плане профилактики рака, они значительно лучше, чем если проводить эрадикацию, там уже в 60 лет, когда развился уже такой глубокий атрофический гастрит, распространенный с кишечной метаплазией. Поэтому вот канцеропревенция первая должна основываться на своевременной диагностике и своевременной качественной эрадикации. По поводу того, как проводить эрадикацию, тоже хотел сказать, что вот у нас только-только буквально в этом году вышли новые рекомендации Российской гастроэнтерологической ассоциации по эрадикационной терапии. Вы можете зайти спокойно в интернет, написать РГА эрадикация и выйдет совершенно новый современный консенсусный документ в свободном доступе, где написаны и расписаны все схемы, которые действительно работают для нашей российской популяции и использовать их надо идти в ногу со временем. Это первое, что мы можем делать с точки зрения как повлиять на это. На аутоиммунный гастрит к сожалению мы никак не повлияем. По поводу операций на желудке здесь ситуация разная. Если это была какая-то экстренная операция по поводу кровотечения здесь уже ничего не поделать. Если это бариартрическая операция то надо, наверное, думать о том, взвесить риски и пользу. Но еще вопрос такой. Ладно, на хеликобактер мы можем повлиять. А вот еще же очень много тоже мнений, что там соленая пища, алкоголь. Вот это имеет какое-то значение для развития рака желудка или нет? Безусловно. Как раз мы говорим про те факторы, на которые мы сами можем повлиять. И некоторые влияют на это крайне негативно. я думаю, что для пациентов информация будет особо актуальна. Адепты доказательной медицины они меня зададут очень много вопросов в комментариях. Итак, очень интересную американскую публикацию почитал, что когда мы моем посуду, у кого-то есть посудомоечная машина, но не у всех это доступно или может быть там за городом они моют руками. Вот если использовать моющее средство, не будем делать никому рекламу, то в течение года в организм человека попадает примерно 250-граммовый стакан этого моющего средства. Это когда руками или когда машинкой? Когда руками. Нет, когда машинкой, там абсолютно другие цифры, намного меньше. Когда мы знаете, такие пшикалки, моем стекла и так далее, мы вдыхаем это средство, там содержатся различные бензепрел и так далее. То же самое связано с тем, когда женщины чаще всего моют полы и вдыхают это моющее средство. Вода. Вода содержит в некоторых регионах при неадекватной очистке воды соли тяжелых металлов. Все это имеет накопительный эффект, который в большинстве случаев наслаивается на неправильное нерегулярное питание, потребление большого количества соли, перченых продуктов. Механическое воздействие на слизистую оболочку, она адаптируется, еще наверняка есть хеликобактерная инфекция, какой-то алкоголь, и все вместе это образует накопительный эффект, который в конечном итоге и реализуется в образовании этих злокачественных опухолей. Ничто не возникает ниоткуда и не исчезает бесследно, кроме тех случаев, когда это наследственный рак желудка, к счастью, он встречается не так часто, это порядка 2-3% из популяции тех, кто заболел, это молодой возраст, это низкодифференцированные аденокарциномы с перстневидно-клеточным компонентом, неблагоприятный прогноз, но слава богу, что это рак. Этих раков мало. Да. Ну и вот заканчивая темой желудка, мне кажется, важно сказать о том, что понятно, что вот есть фактор риска, на который мы повлияли, провели эрадикацию, но если у человека уже развился гастрит, то мы такого человека должны наблюдать. Как наблюдать? Если речь идет об аутоиммунном гастрите, то есть это ситуация, которую мы вообще никак не контролируем, наблюдение рекомендовано современными консенсусными документами один раз в год. То есть пациент приходит и на качественном оборудовании экспертного уровня. Лучше это делать, наверное, как раз у эндоскопистов-онкологов, которые умеют узнавать, как выглядит нейроэндокринный опухоль. Знают, да, потому что при аутоиммунном гастрите мы больше всего боимся развития самых разных и полипов, и нейроэндокринных опухолей. То есть наблюдение один раз в год. Если речь идет о хеликобактер пилоре, ассоциированном гастрите, когда мы с хеликобактер пилоре справились, мы эридицировали, но у пациента уже развилась атрофия, то мы этого пациента тоже должны наблюдать с определенной периодичностью. Если эта атрофия распространилась там уже на тело желудка, да, атрофия с кишечной метаплазией, то тоже в зависимости от факторов риска, если у пациента есть еще отягощенная наследственность, то это тоже будет наблюдение каждый год. Если отягощенной наследственности нет, то это может быть эндоскопическое наблюдение один раз в три года. Если это просто был поверхностный гастрит, и мы справились с инфекцией хеликобактер пилори, или атрофия только в антральном отделе, то такого пациента можно уже спокойно отпустить, и дальше он наблюдению не подлежит. То есть вот это, мне кажется, тоже очень важный момент, что мы таких пациентов наблюдаем, эндоскопические все время, каждый раз в три года мы ищем тоже дисплазию, то есть рак не развивается мгновенно. Конечно, фоновые какие-то состояния должны быть. Да, и если эндоскопист видит глазами уже какой-то видимый участок, это тоже можно, на сегодняшний день технологии достигли таких высот, что мы можем не удалять желудок, удалить ранний рак, и пациент в общем-то обойдется только одной небольшой эндоскопической операцией, и поэтому надо помнить об этом, что пациента с гастритом, с развившейся атрофией, мы, конечно, не должны отпускать никуда, а должны приглашать на эндоскопические наблюдения, и тогда, возможно, мы добьемся того, что выявление раннего рака у нас станет чуть чаще, чем если человеку повезло, и у него вдруг развилась какая-то симптоматика на фоне язвы, а если не повезло, то он доживет. Возможно, обязательно добьемся. И еще один очень важный момент, что в нашей стране есть документ, который говорит о том, приказ, что даже если у пациента нет ни единой жалобы, он в возрасте 45 лет должен обязан пройти диспансерный осмотр эндоскопический, в смысле пройти эндоскопическое исследование в 45 лет, если вам уже исполнилось, и вы еще не были на эндоскопии, то пройдите эзофагогастродуаденоскопию, потому что, еще раз, в основном все процессы в желудке и в пищеводе до последнего протекают бессимптомно. Вот, да, все сказали по желудку? Более чем. Так, ну давайте перейдем теперь к толстой кишке, перескакиваем через тонкую, давайте поясним для тех, кто неглубоко разбирается в гастроэнтерологии, почему мы через нее перескакиваем? Мы перескакиваем, потому что злокачественная опухоль тонкой кишки это казуистическое, ну, можно сказать, орфанное заболевание, крайне редкое, которое, ну, даже выведено из структуры канцеррегистра, ну, потому что действительно это встречается не так часто. А вот странно, да, такая вроде длинная кишка, почему в ней не растут опухоли? Я думаю, что если нас смотрят иммунологи, то, наверное, они бы ответили на этот вопрос, что тонкая кишка играет серьезную роль в формировании иммунитета. Так же, как, например, и червеобразный отросток. Мы знаем, что в Соединенных Штатах в 60-е, 70-е годы они решили всем подряд удалять. Всем подряд эксперимент. Новорожденным детям они удаляли аппендицит и, насколько я помню, там несколько десятков тысяч несчастных деток подверглись этой экзекуции. И в конечном итоге, через какой-то непродолжительный промежуток времени они получили ужасающую статистику, которая говорит о том, что эти дети в десятки раз чаще стали болеть лимфопролиферативными заболеваниями, то есть лимфомами, лейкозами и так далее, онкологическими заболеваниями, не говоря уже про острые респираторные вирусные инфекции, ангины и так далее. И они в ужасе закончили этот эксперимент. То есть это органы иммунной системы? Безусловно. Про толстую кишку? Да. Я так через аппендицит плавненько хотел. Ну давайте, знаете, расскажем о том, что является для толстой кишки фактором риска развития рака. Вот я знаю, что употребление часто красного мяса как-то повышает риск. Что еще? Это правда вообще про красное мясо? Да не только про красное мясо. Я хотел бы, наверное, акцентировать внимание, что мы, как онкологи, особенно онкологи, колопрактологи, которые занимаются толстой кишкой, просто со слезами на глазах встречаем этих пациентов, потому что вот 95% рака толстой кишки можно предотвратить. Как мы видим из статистики, это и мировой тренд, и общероссийская статистика. Заболеваемость растет. Вроде скрининговые программы, не заболеваемость, смертность, скрининговые программы. Все знают, что там в 40-45 лет человек должен прийти сделать колоноскопию. Все знают про вред красного мяса, что этот рак развивается из полипа. Но что бы мы ни делали, смертность от колоректального рака растет. И вот я смотрел зарубежные публикации, в 2045-м, 2050-м году мы получим Х2 заболеваемости и смертность от колоректального рака. На данный момент российская статистика колоректальный рак третье место по заболеваемости и второе место по смертности. То есть крайне актуальная проблема, причем это пациенты с высокой долей умерших именно в первый год после установления диагноза. И крайне тяжелое течение это и токсикоаномический синдром, кровотечение, от распада опухоли и жуткая жуткая ситуация. Поэтому дорогие... А почему так? Потому что у нас не любят в стране делать колоноскопию? Есть да, такие предрассудки, что, например, там некоторые мужчины не хотят, чтобы им делали женщины. Некоторые женщины тоже бы выбрали женщину. И вот какая-то такая ментальная неприязнь данного вида исследования. Хотя нет никаких проблем, даже не всегда обязательно делать это в условиях медикаментозного сна. Некоторые пациенты не оперированные без каких-то хронических воспалительных заболеваний ободочной прямой кишки нормально, абсолютно переносят. Ну, да, есть там нюансы, может быть, там дискомфорт, какое-то стеснение, но в целом, когда мы говорим о втором месте смертность, то можно как-то себя пересилить и все-таки это преодолеть. Вообще, мы про факторы риска, да? Я сижу и думаю, что, наверное, тут мясом или курением не обойдешься, все-таки все равно надо идти делать колоноскопию, если ты хочешь не болеть раком толстой кишки и просто вовремя удалять полипы. 100%. Красное мясо, ВОЗ, классификация ВОЗ, канцерогены, они говорят о том, что, да, это скорее канцероген, скорее обладает канцерогенным действием. Вообще, хотелось бы сказать о том, что то мясо, которое мы покупаем в супермаркетах, это, ну, вряд ли здоровое мясо, потому что некоторые производители используют антибактериальные препараты, гормоны роста, там, они едят генномодифицированную пищу, содержатся в неволе, и вряд ли это мясо здоровое. Плюс к этому процесс пищеварения этого мяса, он не всегда адекватно протекает, и поэтому остаются продукты брожения, которые как раз поддерживают вот это хроническое воспаление в кишке, поэтому мясо не чаще, чем раз в неделю рекомендовано употреблять, лучше уйти в сторону рыбы или вообще минимизировать употребление животных продуктов. Консервы, переработанное красное мясо, безусловно, это понятно. Вот в контексте мяса я хотел добавить, что многие не задумываются, например, употребление шашлыка, который был приготовлен на еще дымящихся углях, эквивалент канцерогенов, которые попадают в организм и в конечном итоге, так скажем, аккумулируются в толстой кишке, 100 грамм мяса эквивалентно двум пачкам выкуренных сигарет. Диетические предпочтения, например, в странах Африки заболеваемый с колоректальным раком существенно, если не сказать на порядок ниже, чем в европейских странах в России за рубежом. Безусловно, у них множество других проблем, которые они не решили, но смысл в том, что они ежедневно и 95% их рациона это фрукты и овощи, клетчатка, которые за счет стимуляции перистальтики, механического раздражения выводят вот эти продукты переработанные. Что еще нужно добавить? А вот курение, ожирение, алкоголь? Ну, это то, что идет, так скажем, рука об руку и влияет, ну, для всех локализаций доказано, что это негативные факторы. И опять же, речь идет об их сочетании. Как правило, еще сюда добавляется малоподвижный образ жизни и злоупотребление красным мясом. То есть, вот перед нами образ этого человека, у которого рано или поздно разовьется злокачественная опухоль толстой кишки. Помимо этого, я хотел бы сказать о том, что нельзя бесконтрольно использовать антибиотики. Мы говорили с вами про антибактериальную терапию в контексте эрдикации хеликобактерной инфекции. Безусловно, это нужно делать по показаниям под строгим присмотром своего лечащего врача для определенной цели. А есть категория пациентов, которые на любую простудную заболеванию, вирусную инфекцию по 3-4 дня принимают антибиотики, причем разного спектра, не специфические для данного возбудителя. У этих пациентов формируется так называемое дисбиотическое состояние. Сейчас новое направление исследования в диагностике и лечении колоректального рака это анализ кишечного микробиома посредством секвенирования 16-с РНК. Смысл в том, что в толстой кишке здорового, подчеркиваю, человека проживает более тысячи видов различных бактерий. Представьте себе, что их количество превышает количество клеток в человеческом организме. Мы говорим о том, что хорошие бактерии это бифидолактобактерии, они формируют иммунитет, в том числе противоопухолиумунитет. Они формируют так называемые биопленки, которые защищают слизистую оболочку от воздействия неблагоприятных факторов. изучая микроскопию пациентов с неспецифическим язвенным колитом болезнью крона, при электронной микроскопии мы видим такие надрывы, повреждения этих биопленок, которые вот в этих местах и возникает злокачественная опухоль. Поэтому вот это микроокружение и баланс кишечной микрофлоры, это безусловно играет ведущую роль. То есть чем разнообразнее и здоровее микробиота в кишке, тем меньше риск развития рака, а прием антибиотиков он как бы обедняет эту микробиоту. Дисбаланс вносит, введен термин так называемого канцерогенного микробиома. Это вот как раз люди, о которых мы говорим, которые злоупотребляют антибиотиками, употребляют красное мясо, у них сдвиг в сторону патогенных бактерий. Это прежде всего физобактерия и шерихия коля, которые занимаются деструкцией, дестабилизацией основного хорошего микробиома, потому что свято место пусто не бывает, и как только одних бактериальных тел становится меньше, на их место с удовольствием приходит патогенная флора, в конечном итоге это выливается в псевдомембранозные колиты, эрозивно-язвенные изменения, которые через механизм хронического воспаления в конечном итоге могут привести к развитию рака. Сейчас сразу у очень многих наших зрителей возникнет вопрос, можно тогда принимать полезные бактерии и все будет хорошо, но я тут тоже хочу сказать с точки зрения гастроэнтеролога, что на сегодняшний день известно, что все те бактерии, которые мы принимаем внутрь, в капсулах, в растворах и так далее, они проходят транзитом, они пока идут по желудочно-кишечному тракту, они выполняют свои полезные функции, синтезируют витамины, короткоцепочные жирные кислоты, но они не приживаются к этим биопленкам, и поэтому немножко не работает так, что вы пропили антибиотики, потом пропили полезные бактерии, и все стало замечательно. После употребления антибиотиков каждый раз микробиота достаточно длительно восстанавливается, это такой нелегкий процесс, который иногда может сбиваться действительно, и возникать такие процессы, как, например, псевдомембранозный колит, и так далее, поэтому минимизируем по возможности прием антибиотиков, и назначаем их только строго по показаниям. Ну, теперь давайте заканчивая вот эту тему толстой кишки, все-таки про колоноскопию скажем, да, о том, что единственный, наверное, на сегодняшний день такой метод предотвращения развития рака толстой кишки, это своевременно пройти колоноскопию, опять-таки, когда мне пациенты говорят, мне ничего не беспокоит, у меня все нормально, я регулярно хожу в туалет, у меня ничего не болит, у меня крови нет, ну, наверное, не все понимают, что там рак развивается достаточно длительно из этих полипов, которые сначала могут быть там 3 миллиметра, 5 миллиметров, 1 сантиметр, 3 сантиметра, и все эти процессы, они текут совершенно бессимптомно, и наша с вами задача вовремя направить пациента на колоноскопию, чтобы эти полипы на ранних, еще при малых размерах, пока они не малигнизировались, удалить, опять-таки, совершенно спокойно, безобидно, эндоскопические, и дальше пациента отпустить. Вот, когда нам надо, если мы берем пациента без отягощенной наследственности, без всяких там тяжелых наследственных синдромов, колоноскопию, мы должны первый раз провести 45-50 лет. колоноскопия. вы сказали про своих пациентов, когда вы их уговариваете сделать колоноскопию. Каждый день уговариваю. Вот, а я им говорю, что, ну, это так и есть, что колоноскопия, видеоколоноскопия с высокой разрешающей способностью является золотым стандартом в диагностике раннего колоректального рака. То есть, когда мы говорим слово золотым, сразу какое-то другое восприятие, и больше желания возникает прийти на эту процедуру. Подчеркиваю, что 95% колоректального рака развиваются на фоне различных полипов, аденоматозных, зубчатых, с разной степенью дисплазии и так далее. Зарубежные авторы пишут, что проходит в среднем 7-8 лет от момента того, как полип имеет размер 1 см до того, как он становится клинически значимой опухолью. Отечественная статистика это примерно 5-15 лет. Поэтому скрининг колоректального рака в рутинной практике он начинается с 50 лет. Но если мы говорим о том, что у кого-то из ваших кровных родственников были онкологические заболевания, то мы делаем колоноскопию за 10 лет до постановки диагноза у вашего родственника. И быть уверенным, что за этот период не образуются никаких новых неожиданностей, кроме тех случаев, когда есть генетическая предрасположенность, канцерогенный микробиом или хронические воспалительные заболевания. Про таких пациентов надо говорить отдельно. У них, конечно, свои сроки наблюдения, если мы говорим о воспалительных заболеваниях кишки. Еще я хотела подчеркнуть, что сегодня мы говорили о совершенно бессимптомных людях, о профилактике рака у них и о своевременной диагностике и наблюдении. Если же к вам приходит пациент, который уже жалуется на что-то, говорит, что у меня кровь в стуле, или ночами болит живот, или стойкий рефракторный запор, то, конечно, тут мы не ждем 45 лет, но это, наверное, понятно, просто я на всякий случай решила сказать. Проговорить надо. Да. Дорогие друзья, большое вам спасибо за ваши интересы и внимание. До новых встреч. До свидания. Благодарю за внимание. До свидания. Продолжение следует...